Здравствуйте! Здравствуйте все, кто присоединился. Здравствуйте еще раз. Привет. Да, обязательно здравствуйте все те, кто будет смотреть это в записи. На следующий раз вам интереснее будет смотреть вживую и задавать ваши вопросы. Ну, а мы начинаем. Тема моделирования в NLP. Тема моделирования в NLP является не просто значимой, не просто важной, не просто та же самая важная тема моделирования в NLP является ключевой, является краеугольной. Можно сказать, что все NLP в том формате, в котором оно есть, давайте так скажем, в тех форматах, в которых оно есть. Потому что мы уже говорили на некоторых наших эфирах, NLP оно разное. У разных центров, у разных тренеров NLP реально разное. Но все, абсолютно все это NLP вышло ровно из одной простой идеи. Когда давным-давно, в далеких конец 60-х, начало 70-х лет, Ричарду Бендлеру, его на тот момент учителя попросили перевести... Татьяна. Татьяна. Всем, кто присоединяется, здравствуйте. Когда учителя Ричарда Бендлера попросили его, по-моему, даже за денежку, перевести аудиозаписи или даже видеозаписи курсов, тренингов, работы, прицепировал собой текст. То есть мы просто, типа, вот я тебе видео, набей это нам сюда в бумажку. Именно в тот момент, собственно говоря, NLP зародилось, ну то есть проклюнуть, да, можно так сказать. Слава Гору, слава Шриве, Будде, всем, в общем, слава, да, что у Ричарда Бендлера именно в тот момент... Всем богам и духам, всем богам и духам, да, в верхнем и нижнем, там, в общем, короче, получилось супер. Всем нам очень сильно повезло, что у Ричарда Бендлера, судя по всему, в голове была вот по самой пресуппозиции NLP одна из, наверное, одна из центральных как раз пресуппозиций, что если кто-то один умеет чего-то, то все остальные могут научиться. То есть в принципе там можно научиться. Не будь этой пресуппозицией, Ричард Бендлер сидел бы, переводил бы эти семинары, радовался тому, что он имеет возможность прикоснуться к величайшему гениевой эпохе, потому что, вау, как у него получают, а мы-то че, да. Вот. Слава Богу, этого у него не было. Слава Богу, он обратил внимание на то, что действительно, в принципе, Олз был гениален, у него действительно все очень круто получалось, а у его учеников, у его учеников, Ольга, Ольга, привет. А у учеников почему-то получалось, ну, мягко говоря, не у всех, мягко говоря, так же, да. И вот именно эта, именно эта идея, да, именно эта идея, да, действительно, Александра, все правильно, эта идея легла в основу моделирования, эта идея, это, да, использование чужих стратегий, не применение их к себе, а использование их как своих. И именно тогда Ильич Бендлер решил, а че это, почему бы, ну, почему я не могу повторить, почему я не могу повторить так же, как это делал криц. И Ильич Бендлер, ну, вот здесь повторюсь, да, благо у него была идея, что это можно сделать. И он начал пробовать, да, он начал вести себя как криц, он начал ходить в свитере, даже вроде бы курить, начал там поледение, начал задавать те же самые вопросы, говорить тем же самым голосом, фактически реализуя самую, наверное, базовую, самую древнюю, самую понятную и самую рабочую, одну из самых рабочих стратегий моделирования. То, что потом мы называем моделированием из сотовой позиции, то, что называется моделированием вживания, подражанием, то, что делают детишки маленькие, когда они еще там головой особо ничего не понимают, но очень хотят как папа и как мама. То, что делают все люди, которые ориентируются на каких-то своих кумирах, если, ну, давайте, чем больше, чем круче кумир, да, тем больше вот этот вау-эффект, тем больше человек такой, блин, я хочу точно так же, я, ну, 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 я буду, я буду. Ну, вот к вопросу, да, о подражании. Во многих, ну, скажем так, около психологических текстов, литературе, там, даже бизнес-литературе пишут, если вы хотите стать бизнесменом, если вы хотите с чего-то начать, найдите себе модель для подражания, кто вам больше всего нравится, оденьте костюм, наденьте часы, да, распрямите плечи. По большому счету, запуская вот ту самую стратегию подражания, как бы прочувствовать модель на себе, это может казаться очень странным, где-то смешным, он, ну, что там, там, молодой мальчик одел костюм, который ему не всегда даже по размеру, потому что он еще пока не может даже его подобрать. Вот, но, тем не менее, это дает свой эффект. При прочих равных этот элемент, он включает стратегии. Конечно, они должны быть поддержаны еще знаниями, да, еще нужны дополнительные навыки, это безусловно, но как элемент он является достаточно значимым. Если стратегии, которым вы подражаете, если они, скажем так, достаточно простые и достаточно сенсорные, то одного этого подражания может хватить, реально может хватить. Благодаря, посмотрите, пожалуйста, на детей. Да, простые поведенческие паттерны родителей, дети в годовалом, в двухлетнем возрасте копируют на ура. Ничего им там не надо, никаких сложностей, никаких осложнений. Да, более сложные паттерны требуют, конечно, там, ну, большего внимания, требуют большего вживания, но и они тоже делаются. Как происходило обучение в древних, там, всяких монастырях, в Японии, там, в Китае, да? Да ну никак у них происходило. Приходи, делай, как я. Вот есть учитель, он велик. Все остальные повторяете, как он, 15 лет, 20 лет, и все будет нормально. И все действительно становилось нормально. Более того, когда я был юн, маленький пацан, к нам в город привозили фильмы про кунг-фу. То есть это уже было такое время, когда начали привозить фильмы про кунг-фу. Так вот, после того, как, значит, там, на протяжении 3-4 дней, я тогда жил в маленьком городе и в единственном, практически, на театре этого города, на протяжении 3-4 дней шел фильм про кунг-фу. После этого еще месяц все знали кунг-фу. Ну, то есть все пацаны знали кунг-фу. Ну, в маленьком городе, конечно, да? Но, тем не менее, очень хорошо было видно, что таки, да, вот они, и движение некое, прям, выхвачено очень верно. И вот это вот действительно то, что работает. И оно, как ни странно, сработало и в Бенгерс. Ничего странного, вот эта технология рабочая, она работает. И однажды... И вот так тоже еще на такой маленький, но важный момент. Недаром говорят, что дети обучаются быстрее. Ну, объясняют это тем, что у них, там, мозг юн, там, еще нейронные связи, еще что-то. Но самое важное, не то, что мозг юн и связи пластичные, это, конечно, да, но сейчас уже известно, что в любом возрасте мозг пластичен. Вот. У детей отсутствует критичность мышления. Вот та самая, вот те самые фильтры, что я уже знаю как, поэтому чему я еще научусь. И вот эта способность сохранять детскую позицию в процессе переобучения, в процессе моделирования через подражание и дает вау-эффект. Когда вы как бы вжились в того самого кумира, да, в ту самую роль, которая привлекает. Сняли шоры свои привычные, да, вот погрузились, прочувствовали это изнутри. И тогда вы станете замечать очень быстро, что оба вы начали где-то так же что-то говорить. Или какие-то элементы в жестах у вас появились другие. И большое количество текстов, которые вы читаете у этого человека, большое количество, может быть, видео, если вы смотрите у этого человека, отбросив эту самую взрослую критичность, допускают процесс встраивания нового навыка, да. Это важный момент. И да, эта стратегия, этот навык, этот базовый, базовый социальный навык учения в очередной раз показал, что он работает. И Ричард Бендлер об этом писал совершенно понятно, совершенно конкретно. Он писал, что в какой-то момент времени на мероприятиях, которые он тогда начал проводить, но с целью изучения, с целью проверки, потому что он научился, потому что он смог повторить, он сказал, ну да, я увидел, что у меня тоже получается, у меня стало получаться так же, близко к этому, то есть в том направлении, прямо узнает, но дальше встала другая проблема. Собственно, точно так же, как Фрид Спирс, судя по всему, не очень мог объяснить своим ученикам, что он делает, ну, судя по тому, что они результаты показывали не такие, опять же, по словам Бендлера, да. Ну, теперь в такой ситуации оказался Бендлер. Бендлер, который, вот, типа, получилось, а как? Ну, и тут, как бы, наверное, снова повезло миру, да, и нам, да, всем, да, всем нашим ученикам. Где-то рядом оказался Джон Гриндер. Джон Гриндер, который на тот момент занимался как раз, вот тоже, там, удивительное совпадение, да, занимался лингвистикой, занимался как раз таки структурной лингвистикой, там, вопросы, ответы, там, все остальное и прочее. И тогда Бендлер просто попросил его помочь. Ну, ты же, там, вот, там, математика, лингвистика, ты же умный, ты же, там, ученый, да. А давай ты посмотришь, чего я делаю, попробуешь это, ну, как-то систематизировать, описать. Вот. И это, собственно, вот это, вот, как раз таки, соединение двух основателей НЛП, собственно, и дало нам не только умение, не только умение вжиться и повторить это, но и умение формализовать эту самую модель. Джон Гриндер привнес то, чем, видимо, не вполне обладал Бендлер. Структурность, описание. Мета-модель. Милтон-модель. ГСД. Фокус-языка. Первые модели НЛП. Вот те самые первые, самых-самых первых книжек. Откройте, пожалуйста, книгу. Откройте книгу «Из лягушек принцы». Это является запись первого тренинга по НЛП. Самого-самого первого такого уже полного тренинга по НЛП. Посмотрите, что там за тема. Это то, с чего началась НЛП. Откройте книгу «Структура магии». Первая книга по НЛП. Весь первый том — мета-модель. Второй, опять же, там ГСД, лекаря, редикаты. Вот они, первые модели НЛП. Обратите внимание, все они описаны простым, обычным, нормальным, человеческим языком. То есть, понятно, глаз туда, глаз сюда, там, рука, там, нажал, отжал. Все понятно. Все логично. Сенсорный, обычный, простой, нативный язык, natural language. Да. И получился в какой-то момент ряд моделей. Моделей эффективных моделей работающих. Как работать с постановкой целей? Модель ХСР. Согласна, это дальше. Но, тем не менее. Сначала все-таки была действительно психотерапия. Это модель Перлза, модель Эриксона, Верджини Сатир. Каким образом они ведут успешную коммуникацию, которая дает результаты клиентам. Да. Описанная простым, понятным языком, стала доступна для учеников этих же психотерапевтов и гораздо более широкого круга студентов, которые изучали психологию. И, да, конечно, в дальнейшем НЛП развивалась, моделей становилось больше. Они описывались структурно, пошагово. И они стали доступны для человека обычного, простого, который никогда, может быть, не изучал психологию, не был вообще близок к ней, возможно, просто в лучшем случае слышал, что такое есть, но у которого были какие-то сложности, проблемы, который хотел немножко поменять свою жизнь или хотя бы сделать ее легче. И использование просто пошаговой структуры описанной модели позволяло ему изменить свое состояние. Вот таким образом, в течение 15 минут сделать технику. И именно вот эта, с одной стороны, простота, которая граничит с гениальностью, она и создала возможность вот такого прорыва, да, НЛП действительно позволила посмотреть на мир по-другому и использовать свои ресурсы для человека, который просто хотел научиться управлять собой, своей жизнью. И важный момент. Не просто научиться для того, чтобы вести прием. Не просто научиться, чтобы проводить тренинги. Идея НЛП, почитайте книги те самые первые книги. Идея НЛП являлась передача людям этих знаний. Для чего нужны формальные модели? Для того, чтобы человек открыл книжку, прочитал, сказал, во, блин, точно так вот можно. Да, конечно, некоторые вещи требуют тренировок. Да, конечно, некоторые вещи требуют тренингов. Да, требуют объяснений. Да, может быть, требуют вопросов. Да, может быть, даже требуют коррекции каких-то психологических моментов. Но центральная идея, это вот эта вот передача от передачи навыков. Пожалуйста, вот написано и делайте, пожалуйста. Вот. И, собственно говоря, они начали передавать эти самые навыки. Тренинги по НЛП начали проводиться. И, естественно, у них появились ученики. Естественно, у них появились последователи. И здесь мы никак не можем не упомянуть человека, который не зря в жизни, не называл себя, не причислял себя ни к основателям НЛП, ни еще как-то. Который, однако же, которого вот прям смело можно ставить третьим числом основателей НЛП. Это действительно так. Это Дилтс. Дилтс Роберт и Роберт Дилтс. Человек, который довел до, наверное, несовершенства, но до полноты некоторой на тот момент именно модель моделирования. То, как моделировал Эндлер, вживайтесь и делайте, окей, понятно. То, что опиши понятными словами, как Гриндер, да, понятно, но НЛП на тот момент начал уже свой язык обретать, свои какие-то модели через них. И Роберт Дилтс кое-что подсобрал из других областей, притащив, как полезно и тот же самый ТО. Кое-что он самостоятельно фактически разработал для потребностей моделирования. это самая идеологических уровней, нейрологических уровней. Фактически была разработана в большей степени, наверное, для того, чтобы структурно описывать навык. Посмотрите книгу Роберт Дилтса, моделирование с помощью НЛП. Превосходная книга, если вы продеретесь через детали раннего Дилтса, где сначала он описывает ряд моделей, просто их вводит, а потом через них начинает описывать навыки. Ну и дальше трехтомник стратегии денег. Дилтс. Дилтс молодец. Дилтс в этом смысле великолепен. Да, он там был без лишних деталей. Да, пожалуй, он там был закопан именно в этой самой детали. Да, он в книжках не вполне точно определял границы навыков. От этого получалось описание моделей за радиологичность человека, сопутствующие какие-то вещи, еще что-то. И с такой подробностью, такой широты по всем логическим уровням описания способны было отвергать людей в легкий такой шелк. Ну, Дилтсу нравилось. Собственно говоря, ничего удивительного. Главное, чтобы ему нравилось, когда он был увлечен, когда он это писал. Остальные потом разобрались. Потом догнали, статурировали, да. Но он сделал главное. Он сделал модель моделирования. Он формализовал процесс моделирования. Это была первая, пожалуй, формальная модель моделирования. Еще раз. Модель моделирования. Не модель навыков каких-то, а модель создания моделей. Модель создания и передач этих самых моделей. Ну, переоценить этот вклад, наверное, невозможно. Ни этот вклад, ни его фокус языка, ну, там, мы по поиколотнице как-нибудь однажды тоже напишем. Но, как бы, ничего не стоит на месте, да, и следом за дилцем, собственно говоря, пришел человек, дополнивший его до структуры, Дэвид Горби, прекрасный, замечательный Дэвид Горби, который доработал, доработал вот эту самую формальную модель моделирования, собственно говоря, привнеся в нее то, чего, ну, немножечко не хватало у дилцер, привнеся в структуру. Дэвид Горби сумел, во-первых, выделить модель из всего человека, задав простой вопрос, чего самое главное в этом навыке. Собственно говоря, найдя вот этот вот центр кристаллизации навыка, то есть не просто, что там, я вот такой человек, что я там могу, вот это, не-не-не, конкретно в этом навыке, что самое главное, ценность. И уже вокруг нее строилась, строилась модель. И еще одним важным из того, что привнес Гордом, являлась идея внимательного, внимательного моделирования, внимательного осмотра вверх технологических уровней, убеждения, ценности, модель мира, ролевые концепции человека. Потому что зачастую без них или, скажем так, кривыми верхними логическими уровнями, даже то, что есть, даже простые вещи на нижних логических уровнях могут просто не работать. Простейший пример. Что нужно человеку для того, чтобы поступать на публики? Ну, если вот нужно, мы имеем в виду, без чего не обойти, для чего является необходимым. Очень просто. Человек должен уметь стоять ровно, ну, то есть там, не падать, да? Человек должен уметь открывать рот, извлекать звуки, говорить. Человек должен уметь махать руками, ну, то есть жестикулировать, да, там каким-то образом. Ну, или хотя бы держаться. Или хотя бы там вот так вот не делать этими самыми руками, чтобы они просто ровно лежали, да? И четвертое, что нужно, это умение, ну, либо запомнить полустранички текста, да, либо адекватно на него поглядывать. Все, да? Вот четыре базовых навыков. Ткните пальцем в любого человека, ну, там, старше, например, тринадцати лет, да, там, чтобы с гарантией, да, это есть у каждого. Вопрос, почему, например, когда мы говорим этому самому каждому, типа, слушай, можешь завтра там выступить, люди, вот текст submitis、 там, где заряд holiday человек, расскажи им, теперь нормально? Чего мы увидим, да, если мы предложим такое обычному человеку? Я, я, а что, я, я, не а я, а чего они вот Effective? Нет. А давай ты сам, я, нет, продай. А ты сам — да, а я – нет. Почему? Или скажем, можно выступить человеку? Можно, а что не выступаешь? Да, нафиг надо. Вопрос в чем? Почему не выступает? Да почему боится один, почему не выступает другой? Все просто. У одного на верхних логических уровнях может быть запрет, может быть у меня не получится, может быть страх оценки, может быть что-то еще. То есть какие-то убеждения, тоже называются ограничивающими. У другого попросту на верхних логических уровнях нету зачем, нету мотивации, нету идеи, кто я когда выступаю. Не хватает мне вот этого внутреннего драйва, который меня будет поддерживать. Не хватает мотивации, зачем мне вообще выступать этим странным курсот пятидесятию. Вот и все. Это оказалось. Конечно же очень важно смотреть не только на детали, не только на навык, из чего он состоит, но и понимать для чего, какие убеждения стоят за тем, когда человек действительно выступает. Выступает харизматично, выступает интересно, выступает много и и для людей, которые для себя ставят этот навык, как некую задачу научиться, смоделировать этот навык. Очень важно понимать в том числе и некие убеждения, которые бы его поддержали, которые могут помочь этому навыку просто быть, существовать и проявляться. И конечно же, когда мы говорим о моделировании, мы должны учитывать вот эти моменты в том числе. Давай будем применять мупи на наших телезрителей. А мы это делаем. А мы сейчас сильнее прям так, чтобы зомбировать телезрителей, да? Представьте себе навык, который вы хотите иметь. Со стороны визуально представьте себя, ну то есть давайте, человека очень похожего на вас, который это делает. Который там выступает на публике, который там, ну еще что-то делает то, что нужно вам, который как-то себя ведет, который как-то себя ощущает так, как хотите вы. Представьте его, пусть это будет там видеоролик, там что-то еще, набор может быть роликов, да? Просто представьте со стороны. Вот он делает, а вот он ходит. То есть фактически вы сейчас делаете некоторые элементы к этому самому моделированию. Вы придумываете стратегию, вы собираете некую стратегию. Представьте человека, который что, беглый гад, там булки не кушает? Булки не кушает или там, а что-то другое кушает, например, да? Или там человек, который ежедневник ведет, да, там, или еще что-то делает. И при этом, пожалуйста, будьте реальнее, да, вот, не просто там он где-то на островах бегает, если вам до островов как бы далековато, например, вот. А вот бегает, например, в таком же городе, в котором живете вы. По тем улицам, по которым вы бы нахожусь хотели. Да, примерно, ну, такая же, да, вот такого же уровня, такого же плана, потому что там белоснежные костюмы человека, который где-то там на побережье бежит, да, не совсем в вашем городе были бы удобны и там, комфортны. Нет, может быть, у них есть, может, у них побережье есть. А можно тогда я к вам? Вы тогда к вам, да. Поставьте плюсики в чат, у кого есть побережье, да, и напишите, где это, мы будем планировать. Да, мы будем помогать вам бегать в белоснежных костюм. Когда вы нарисовали, когда вы нарисовали вот этот вот мультик, да, когда вы нарисовали вот эту вот желаемую стратегию, желаемый навык, теперь возьмите и примерьте его на себя. Просто вот, ну, одели на себя и просто его проживите. То есть, в принципе, вот это вот является, является первым таким, первой прикидкой, да, первым шагом к созданию и обучению нового. Но в этот момент, в этот момент важное, пожалуйста, отменьте у себя. Если где-то внутри у вас возникает то, что мы, например, называем экологией, да, что-нибудь такое, типа, ну, что-то мне как-то это не так, да, или что-то какое-то это не мое, или как-то еще. Возьмите, ухватите это состояние, ухватите вот это самое внутреннее сопротивление, попробуйте выразить его словами, выразить его словами убеждений, да. Что это такое, вам так нельзя, у вас так не получится, или вам так незачем, или это фигня какая-то, что, ну, что там, переведите это во внутренний голос, что он говорит, да, какую фразу. И это мы переходим, собственно, к тому самому, тем самым верхним логическим уровням, да. Как правило, во многих моделях нам понятны низкие, ну, не низкие логические уровни, то есть поведенческие какие-то простые вещи, но могут быть непонятные вверх. Могут быть, конечно, и на нижних, там, как бы, фишечки, но тут уже, тут уже, как бы, разница моделей, да. В некоторых навыках важными являются верхний уровень, там находится, там, самый-самый, там, соль, да, его. В некоторых, наоборот, нижних, в некоторых мы там и там. Но, если сейчас есть какое-то вот это повреждение, которое уменьшает мне вам это чувство, ну, давайте мы продолжаем применять, мол, петь, прямо через телевизор, да. Отметьте, если вы это убеждение, ну, если вы начинаете о нем думать, ну, как бы честно, а как о том, что да, действительно есть. Где оно у вас в пространстве локализуется? Отметьте для себя, может быть, связанный с ним образ, может быть, его положение в пространстве. Для тех, кто в теме, там, в модальности, да, где далеко, близко, там, ну, друг, например. А для тех, кто не в теме, вот, когда вы об этом думаете, вот эту фразу внутреннюю произносите, обратите внимание, куда вы при этом смотрите, где ваши глаза и в какую точку они уставились. Да, и вот понятно, что там будет кусок вашего интерьера, но не в этом дело, вы интерьер, он там где-то, но вы смотрите на что-то, да, на какой-то такой внутренний объект. Обращайте внимание на ваши внутренние, да, на ваши внутренние объекты. Оставьте пока его там, ну, здесь, например, висит, да, здесь вот это, да, ну, что я буду перевернуть, я не знаю кто, да, вот это будет, висит. А теперь подумайте о чем-нибудь, в чем вы уверены. Нет, не так. Подумайте о чем-нибудь, во что вы раньше верили, но потом переставили. Ну, например, Дед Мороз, да. Ну, так, все мы знаем, да, что у каждого мужчины в детстве, в детстве каждый мужчина проходит три этапа своей жизни, да. Он верит в Деда Мороза, он не верит в Деда Мороза и он Дед Мороз. Так вот, вспомните, где сейчас находится ваша, вот та самая детская вера в Деда Мороза. Все мы прекрасно знаем, что в детстве мы в Деда Мороза верим. Где сейчас эта вера находится? Роберт Дилс, ну, давайте, некоторые варианты вот этой техники, этой работы Роберт Дилс называл там работой с музеем убеждений. Где-то там у нас есть во внутреннем жеме старые убеждения, которые мы когда-то верили, но сейчас не актуальны. Возьмите одну из них, где вера в Дед Мороза? Ну, не знаю, где-то там, например, да. Так вот, возьмите вот это вот убеждение и отправьте туда же. Туда же в музее старых убеждений. То есть вот это вот то, что типа, зачем, или не надо, или не мне, вот это туда оставьте. Да, раньше я думал, что это мне не надо. Ну, поправили, как сейчас. И еще раз попробуйте покрутить. Вот тот самый навык, который вы для себя создали, как сейчас вы чувствуете. Снова обживитесь в этот видеофильм, в этот клип свой и прочувствуйте, как теперь внутри, какие мысли приходят, какие состояния включаются. Просто наблюдайте, ничего там менять не надо, а вот просто ловите ощущение мысли. И если вы действительно вытащили ограничивающее убеждение, которое, вполне возможно, было и мешало этому, да, если вы его убрали, все, этому навыку сейчас у вас ничего не мешает. Смело наслаждайтесь, пользуйтесь. Это очень простая технология. Конечно же, она, наверное, подойдет не для всего. Скорее всего, там, вы столкнулись, что там, ну, как бы, да, тут и навык посложнее, там, еще что-то, и убеждений, может быть, не одно там, а несколько. Собственно, именно для этого, да, для работы, для работы с навыками на более глубинных уровнях, собственно, на курсе Луки Мастера, да, проводится, ну, наверное, половина курса Луки Мастера. То есть там, где моделирование раскрывается, ну, то есть современное. Давайте, продолжая идею тему развития моделирования, мы, собственно говоря, как раз даем до созданной в России в Институте науки модели комплексного моделирования, которое, ну, собственно говоря, объединило, объединило, пожалуй, лучшее из всех подходов от всех тех самых людей, которым мы благодарны. Это и подход Бендлера, потому что нужно вжиться и проверить, как это там, вот, и модели. Это и подход Гриндера, потому что нужно некоторую общую идею описать, чтобы уже было на что опираться. Это и подход Дилса, потому что некоторые вещи, вот, на низких логических уровнях нужно описать детально, потому что в них порой кроется та самая фишка стратегии. Это и подход Гриндера, который помогает, заставляет или, ну, предполагает, рекомендует, да, выделить вот те самые верхние логические уровни, без которых порой никуда. Это и добавление, собственно говоря, из современного НЛП, добавление всех остальных языков описания, это и субмодальности. Это и метапрограммы, это и архетипы, и психотипы, которые позволяют сделать эту самую комплексную модель, сделать ее с одной стороны избыточной. То есть, когда мы на мастерском про нее рассказываем, и мы видим, и люди спрашивают неоднократно, типа там, ну, а зачем вот это, и тут же хватает вот этого, да, а зачем вот это, тут же, как бы, вроде бы, есть вот это. Но, если есть, хорошо, если мы имеем доступ к модели, ну, то есть, к живому человеку, если мы можем его поспрашивать, там, два раза, три раза, четыре, если он не послал нас нафиг после пятого раза, да, и почему-то продолжает отвечать на наши вопросы, да. То, конечно, да, мы там все выспросим, все выясним, но что если у нас, например, мало доступа к человеку? Что если, вот тут такой интересный момент, да, Роберт Гилдс, собственно, за что его, за что ему пеняли при его процессе моделирования? Он моделировал мало того, что людей, мягко говоря, неживых уже, да, так он еще и моделировал несуществующего человека. Собственно говоря, ну, тут современники ему говорят, ну, Роберт, разве что-то модель, ты же ему не задал ни одного вопроса, он же, ну, я как-то, что-то между там, некромантией, видеомизы, да, то есть, а нет, можно. А модель Шерлока Фоллса, да, вот, модель того самого несуществующего человека, конечно, была вот такая отмазка, что все-таки этот персонаж был списан с прототипа, да, достаточно точно, достаточно детально, что, собственно, и позволило вот эту модель описать, формулировать, и, например, сейчас ей прекрасно пользуются. Вместе с тем, Роберт показал, а в модели комплексного моделирования эта идея как раз-таки раскрыта, ну, на максимальном исходящем моменту, да. Используя избыточные языки описания, мы прекрасно, прекрасно можем одними заменять другие. Понимаете, если мы, например, не понимаем, как в, как субмодально, как в микростратегиях, например, работает навык планирования у человека, ну, не можем мы, там, нет у нас видео его, нету глазодвигательных стратегий, да, там, ограниченный доступ к его интервью, если он что-то рассказал, и все. Но нам в этот момент могут прийти на помощь те же самые метапрограммы, потому что, если мы понимаем, что человек детален и процедурен, то просто одно понимание этого нам уже говорит о том, из чего будет состоять любая его стратегия. И тогда нет проблем, тогда вот мы ее спокойно дополняем. Не может быть, не может быть стратегии планирования, не может быть ни одной, ни одного навыка тайм-менеджмента без того, чтобы там было дисцированное время. Тайм-менеджмент не работает с ассоциированным временем. Да, если мы эту идею понимаем, то вот, как бы, это, ну, там, интересненько нам, да, то есть, как минимум, как минимум, тогда, там, нам приходит человек с ассоциированным временем, нам, мне нужен тайм-менеджмент, расскажите мне объясните. Ну, что, мы детали будем объяснять, да, он времени понимает, ему нужно для начала время включить, как объективный фактор. Тогда, может быть, и ничего больше не нужно учить, может быть, у него все и наладится. Ну, и, по крайней мере, совершенно точно скакнуть вперед. Да, совершенно верно. Не бывает, там, не знаю, не бывает, наверное, стратегии творчества без метапрограммы возможностей. Ну, там, и еще, там, может быть, парочки, да. Потому что, просто без них они будут очень странно работать. А с ними любая, любая, даже, может быть, хоряренькая стратегия будет работать в правильном направлении. Вот, и понимание вот таких закономерностей, вот таких привык к корреляции позволяет нам в отсутствии полного объема информации о стратегиях человека, там, если мы его действительно можем видеть только на одном из интервью, да, и прочитать один его текст, если мы даже не имеем видео. Но даже из этой малости мы можем вытащить очень много информации, которая позволит нам описать этот навык, описать с помощью языков NLP и сформировать его очень понятным образом, готовым для встраивания, как к самому себе, так и любому другому человеку, если вы, например, занимаетесь воспитанием детей, нужно им действительно тайм-менеджмент будет там подкорректировать. Почему бы и нет, да, или там, если вы занимаетесь коучингом, или если у вас есть подчинённые на работе, им бы там что-то повстраивать. Это очень практичные вещи, и знание нюансов того, на что смотреть, как смотреть, как описывать, как раз-таки очень серьёзно упрощают жизнь и позволяют быть эффективными в разных жизненных контекстах. И мы плавненько так подошли к ещё одной идее, заявленной нами в описании к этому эфиру. Для чего моделирование нужно? Ну, просто людям, которые вот работают, работают в психологическом консультировании, например, с клиентами. Казалось бы, чего там моделировать? Нам же надо успешные стратегии моделировать. А это люди, которые загнали себя чёрт-куда. Так вот, очень интересно бывает, с точки зрения моделирования, смотреть на это самое чёрт-куда, куда они себя догнали, а в особенности на стратегии, по которой они себя загоняют. И зачастую работа MLP-мастера, то есть обладающего человека, обладающего, как следует умеющего это самое моделирование, лучше всего, конечно, в формате комплексного, ты просто слушаешь человека, ну, то есть вот те самые 20 минут, пока он вводит тебя в курс дела, то есть ему кажется, что он просто в общих чертах говорит, но в голове уже нарисована матрица. Матрица стратегии, по которой он мало того, что себя туда загнал, так ещё и там себя удерживает, так ещё и сопротивляется выход оттуда. Вот, пожалуйста, все те самые, да? Кто он в этом процессе, когда он начинает себя загонять, да? Чего он добивается при загрузе себя? Топ-стратегии, если у него не совсем получилось себя загнать, что он там делает, да? Как он себя дозагоняет? Если у него совсем плохо получается, как он интенсифицирует этот процесс? Цельная стратегия, какие там поддерживающие метапрограммы у него, всё натурально, целая реальная модель. И видя её, там дело не в том, что мы ему советики даём. Не даём мы советики, неинтересно им давать советики. Дело в том, что мы интервенции, вот эти самые психологические, вот в те моменты, давай попробуем вот так, давай попробуем вот так, моменты вопросов к нему, они становятся нацелены на них. Мы просто начинаем нацеливаться в те места, которые создают стабильность этой модели, которые создают её, которые её поддерживают. Мы думаем, а вы не пробовали вот так? Опа, он начинает пробовать там, у него модель разваливается. Заваливается все, вы облачеваете фасу свободы и счастливы для человека в школу. Да. Для консультирования эта идеальная штука, действительно, дает эффективное быстрое решение, да, то есть выход из старых паттернов поведения и, соответственно, создание новых. И опять же, вот такое моделирование позволяет не только включать новые паттерны, но в том числе делать их стабильными, но уже приносящими человеку пользу, эффективность реализации его целей. Вот. Поэтому, конечно же, моделирование эта штука с одной стороны достаточно общая, потому что универсальна, а с другой стороны она применима практически во всех сферах нашей жизни. Вот. Поэтому, если мы говорим о моделировании, да, давайте все-таки понимать, что это, с одной стороны, есть готовые модели. Вот курсы нудопрактик. Что это? Это готовый набор инструментов, моделей, описанных пошагово. Их не нужно придумывать заново. Вот просто берете, проходите там одна техника, другая модель, третья модель, и вы меняете свою жизнь. И большинство из вас, я уверена, я просто не знаю, что здесь есть нелперы, которые нас смотрят, практики и мастера. Вы знаете, что это работает. Но при этом навык создания собственных моделей, да, если у вас есть человек очень успешный в чем-то, если у него классно что-то получается, если вы хотели бы так же, почему бы и нет? Вопрос только один. Как это сделать? А вот как мы можем объяснить, показать, научить? Это как раз таки вот детальность. Есть несколько входов в моделирование. Давайте, чем бы, какой бы модель вы не пользовались, да, какие бы модели моделирования вам не преподавали на мастерских курсах, да. Будет ли это вот наше институтское комплексное моделирование, да. или же это будет там по Диосу, по Гриндеру, по Гордону, или там еще какие-то другие моделирования. Это, на самом деле, не так важно, да. Вопрос там, вопрос может быть там в широте охватка, там максимальности, эффективности. Ну, допустим. В любом случае есть входы, есть входы в моделировании. Если вам интересен, вот есть человек, этот человек делает что-то отлично, тут как все, можно копировать. Его, ну, единственное, ограничьте все-таки, ограничьте все-таки, наверное, его этой самой моделью. То есть, ограничьте его навыком. Нет необходимости становиться этим человеком, когда Бендер с Гриндером моделировали, моделировали вот в том числе Эриксона, они в том числе замечали, что в какие-то моменты у них начали болеть ноги, там проблемы какие-то по психосоматике начали проявляться. Это нам не надо. То есть, вы, конечно, можете хотеть стать всем человеком, да, но во-первых, чем? Во-вторых, убедитесь, что это самый весь человек, это действительно то, что вы хотите. Да, потому что зачастую то, что мы видим у человека успешного, интересного нам со стороны, да, не совсем понятно, как там у него внутри это происходит. Потому что там есть, наверное, такие эффекты, которые классные для него, но не подходят вам. Не подходят вам, исходя из ваших ценностей, из ваших убеждений, относительно вашей семьи. И не надо их тащить, да, поэтому такая вещь, как редизайн модели, да, является тоже важным элементом. Проверка к себе, да. Проверка, включение там себя в свою систему, да, в своей ценности. Мы всегда уделяем этому внимание, потому что это действительно важно. Момент выделить чистый навык, освободить его от того, что, собственно говоря, на этот навык не влияет, что не является элементом этого навыка. Да, это тоже процесс моделирования, это детали, это нюансы. И после очищения вот навыка, да, создания вот в чистом виде, его вы можете включать и в свою жизнь, и в жизнь там, опять же, окружающих, близких по своим людям. В эту, кстати, ловушку, мы неоднократно замечали, в эту ловушку попадают частенько люди, которые проходят курсовые практики. Потому что они видят тренера, обладающего там кучей здоровых навыков, умеющего вот это, вот это, вот это обучать, все классно. И все равно тренер выбирается по некоторому такому, на кого я хочу быть похожим, поэтому процесс подражания запускается прям очень хорошо. И очень часто люди, мы не против, чтобы нас как тренеров моделировали, да. Пожалуйста, моделируйте видения, да, моделируйте рассказывания, но просто когда люди по выходу с курса новых практик изо всех сил начинают хотеть стать тренером, то есть хотеть стать таким же тренером, как у кого он учился, вести точно то же самое, вести точно так же, вести еще и точно там же, ну это вызывает вот как раз то самое недоумение, да. Зачем, зачем вам терять себя? Вы берите навык, но развивайте себя. Так мы хотим сказать, и говорим регулярно, да, но надо повторять, а то нас и так не слышат, если мы еще и повторять не будем, да. Совсем тут плохо. Да, тот самый, тот самый редизайн, то самое, то самое выбирание, давайте оставлять только навык. Давайте, если нам какой-то навык нужен, такой, которым обладает много людей, то есть и этот хорошо ведет, этот хорошо ведет, этот хорошо выступает, вот этот классно выступает, хочу вот взять лучшее из них из всех, да, и это тоже хороший вход в моделирование. Давайте этот выступает, этот, 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 ага, как этот выступает, как этот, что общего, в чем разница, там где разница, что эффективнее, что можно взять как своеобразие, что можно взять как вариативность. И создаем легкую общую модель. Да, ну, даже такой пример простой, да, у нас регулярно моделируют харизматичных ораторов. И эти ораторы находятся на уровне, там, ну, федеральном, да, они, возможно, занимаются политикой, у них определенный стиль жизни. И когда человек берет их в качестве модели для формирования навыков, там, встраивания его, там, для себя, для своей дальнейшей жизни, он же вряд ли будет заниматься политикой. Вот таких, по-моему, у нас еще не было, вот. Ну, были, но там… Порой человек занимается политикой, мы ждем, каждый из них обещал стать президентом, мы ждем, скоро у нас будут президенты наши. Да, ну, это вот в меньшей степени, да, потому что, действительно, люди как-то выхватывают навыки и хотят, чтобы это привело их к успеху в их личном бизнесе, в их фирме, в их компании, в их контекстах. И это понятно, да, но вот с тренерской деятельностью почему-то как-то вот так не очень получается, не всегда людям удается отделить тренера от их навыков. Вот. Ну, это тоже навык, это нужно понимать и, в общем, тренироваться. И, кстати, сказать, именно для этого, помимо моделирования, именно для этого на курсе NLP Master, ну, давайте, во-первых, на курсе NLP Master, понятное дело, поскольку мы можем моделировать и встраивать модели на всех уровнях, то, естественно, там даются инструменты для работы со всеми уровнями. И с читыванием, и коррекцией, и та же самая глубокая работа с убеждениями, и с Я-концепцией, и с чем-то еще, ну, для того, чтобы при этом на что-то опирал. На курсе NLP Master, ну, по крайней мере, в нашем NLP, да, вот, в том NLP, которому принадлежим мы, обязательно, на курсе NLP Master обязательно дается тема поиска миссии. Ну, давайте, мы и упоминали уже однажды, да, там, про цели, мы говорили про мечты и про миссию, но упомянем еще. То есть можно говорить пафосными словами, предназначение, смысл жизни, можно попроще говорить миссия, предназначение, смысл жизни, да, можно говорить, самые значимые ценности какие-то, ценности, выходящие за, может быть, рамки, там, одного какого-то человека, вот опираясь на них, как раз, поняв вот такие свои ценности, вот там очень прекрасно. Вот там очень хорошо можно моделировать, встраивать, комбинировать, то есть там уже, там уже нет, наверное, вот той самой сложности, да, нет той самой опасности, да, потерять себя, там, изменить где-то себе, нет. Там получается как будто есть, есть то самое-самое-самое важное, на которое, да, я остальное могу соизмерять. И вот это вот мы как раз очень рады. Когда люди эти самые миссии открываются, тогда они понимают, что если он будет, например, тренингом, то зачем ему-то это? И вот из своего «зачем?» все, и там и нет вопросов. Как раз таки там включается очень высокий уровень конкурентности, вот этой внутренней гармонии, осознание своей миссии, да, своих ценностей, как это вписано в жизнь, да, получение инструментов, которые позволяют быть лучше, включать новые модели, включать новые стратегии, и все это получается достаточно цельно, системно, гармонично. Этот человек просто, он там, начинает гореть изнутри, и он уходит в жизнь, и мы наблюдаем уже результаты, у него там взлетают его проекты, он реализует себя, да, и мы получаем отзывы, там, с идеей, что вот у меня сейчас вот такие результаты, там, я вот планировал так, а получилось еще лучше. И вот действительно тогда душа радуется, что вот человек применил все это там для себя, и там он счастлив. Вот, поэтому для нас это тоже важный момент, и мы действительно и обращали, и будем обращать внимание на это в процессе обучения на курсе мастера, в процессе обучения моделирования, потому что это важно. Ну что, пожалуй, мы все запланированное сказали. Есть ли у кого-то вопросы какие-то? Совершенно верно, вот тут вот надо обратить внимание. В чате Ольга, Ольга написала, да, действительно с 14 по 21 ноября наши киевские друзья, киевские и украинские вообще друзья. Кто уже видел нас там, кто хотел бы нас увидеть, лично познакомиться с 14 по 21 ноября в киеве. Мастер моделирования. Новая программа, немножечко по-другому мы смотрим в этом курсе на программу, курс NLP Master, с большим, наверное, упором именно в моделирование, в развитие себя, вот через низм этого самого моделирования. Программа есть у нас на сайте, в чате есть Ольга, обращайтесь к ней. В общем, мы будем там обязательно, и будем всем там рады. В Казахстане, в Казахстане, а есть кто-то? Кто есть из Казахстана в сентябре, в начале сентября в Казахстане, в Алмаке, также курс NLP Master, зимой, ну, про зиму мы там потом дальше скажем отдельно, у нас на юге, в Сочи зимой курс NLP Master, в общем, следите за нами, все, все то, о чем мы там не можем рассказать в рамках и наубить телевидение, да, все то, что мы не можем рассказать вот в формате, в формате мебинаров, в формате трансляции, в формате прямых линий, мы делаем, мы делаем, мы делаем, конечно, однажды. То есть многие вещи, ну, в силу там определенных причин технологических, технических, да, пока что вот, ну, через телевизор, через какие-то трансляции, ну, наверное, к сожалению, невозможно, мы, наверное, были бы рады так, мы, да, практика, для нас имеет большое значение, не просто мы поговорили теоретически, все понятно, мы понимаем, что все понятно, книгу читаешь, все понятно, вебинар смотришь, все понятно, видеоурок смотришь, тоже все понятно, но в жизни не меняется ничего или очень мало чего меняется, вот, так нам не интересно, поэтому, конечно же, мы рассказывать будем, показывать будем, да, какие-то техники, фишечки, которые, да, показать, вот так вот помахать, да. Как делать будем? Повсячески будем делать, да. Но, тем не менее, практика, тренинг, да, это вот личная работа, это тренировка, тренировка, это то, что дает результат, это то, что хотелось бы видеть. Однажды, однажды, наверное, как в одном старом, старом, старом фантастическом рассказе, технологии дойдут до того, чтобы мозг людям напрямую загружать знания и информацию. Мы тогда, накопленные мелкерами, все вот это вот мы оформим опять все в подписку и начнем просто загружать, загружать мозг. Наверное, так будет, не знаю, быстрее, веселее, действительно, можно будет это все охватить, а не только тех, кто дошел до тренинга. Ну, мера не стоит на месте, надеемся, что если однажды это будет. Потому что развитие людей, это очень хорошее. Нам нравится, по крайней мере, и видеть это, и участвовать в этом, в мере силы, и превышая иногда их. Ну что? Ну что, если есть вопросы, срочно, срочно пишите. Ну что, все понятно? Тогда, пожалуй, как обычно, все понятно, да, всем все рассказали. Ну, вот видите, самое понятное телевидение для всех телевидений. Полезное, понятное. Ну что ж, тогда, тогда всем, всем большое спасибо, огромное спасибо, что были с нами. Обязательно приходите еще, обязательно смотрите нас, обязательно пишите вопросы, пишите нам темы, которые вы хотели бы увидеть раскрытые нами. Обязательно, обязательно пишите там какие-то свои вопросы, там, что еще нужно, да, присоединяйтесь, подписывайтесь. У нас всегда, всегда вот после прямых эфиров мы через несколько дней выкладываем записи, там, с, ну, давайте, в силу технических причин, да, не всегда в своих двух трансляциях бывает хороший звук, бывает он лагает, но мы выкладываем уже с нормальным звуком, да, с нормальным качеством видео, всегда на Ютубе выкладываем, там и там можно тоже задавать вопросы, подписываться на наш канал. Так что ждем, вопросы, пожелания, до следующих встреч. Пока. Всего доброго.